Вот это пироглик бамбук, таки. Вот это печать нашего клуба Хару-но-юки, весна и снег, весенний снег. На базе художественного музея в Череповце в 2013 году был организован клуб любителей культуры Японии Хару-но-юки. Хару-но-юки в переводе с японского обозначает весенний снег. Возник он как такая площадка для общения, для встреч любителей японской культуры. Мы занимаемся разными видами деятельности. В первую очередь, это, конечно же, встречи, разговоры о японской культуре, это лекции о Японии. Например, у нас была лекция о костюме, мы демонстрировали процесс надевания кимоно. У нас была лекция о гейшах, разные мероприятия. Также мы очень любим, и лично мне, как основателю клуба и преподавателю японской живописи, очень интересна такая особенность японской культуры, как сезонность. В Японии все привязано к сезону. Каждый сюжет в живописи, одежда, еда, то есть все связано с определенными сезонами. И каждому сезону соответствует определенная традиция любования. Например, я думаю, что все зрители, все общие люди, наверное, знают о том, что в Японии один из важнейших и главных символов – это сакура. Есть такой целый процесс любования цветущей сакуры, называется хана ми. Хана – цветок ми, смотреть, то есть это смотрение на цветы буквально. Но этой традицией, традиция любования не ограничивается. Также японцы, например, осенью любуются красными листьями кленов на нидзи, а также любуются очень красивой сентябрьской луной. Называется это цуки ми, цуки луна, то есть это смотрение на луну. И вот вечера «Любование луной» у нас проходит ежегодно. Но, конечно же, основная наша деятельность. Два раза в месяц у нас проходят мастер-классы по японской живописи Суни-Э. Вот эта выставка – это как раз один из итогов нашей работы. Это особенная живопись. Это, в первую очередь, красота черной туши на белой рисовой бумаге. Это минималистично, это очень лаконично. Лист не должен быть заполнен полностью. Это особенное такое явление в японском искусстве – красота недосказанности. То есть чистота, пустота листа, она имеет не менее важное значение, чем само изображение. И, конечно же, сюжеты, они все тоже связаны с сезонами. Каждый человек, который начинает осваивать живопись Суни-Э, что переводится как «картина-тушью», Суни-туш-э-картина, он осваивает четыре главных сюжета. Называют их четыре благородных. Это бамбук, орхидея дикая, хризантема и слива. Живопись Суни-Э возникла на основе китайской живописи Го-Хуа. Да, буддийские монахи, они ездили в Китай, получали новые знания и привезли Суни в Японию как такой метод медитации, особый способ. Потому что живопись – это требует особого состояния, умиротворенности, какой-то спокойствия. Но при этом эта живопись очень экспрессивная. Она создается быстро, за несколько минут. Конечно же, до этого художник очень долго тренируется, оттачивает свои мазки. И потом уже таким идеальным отработанным мазком за буквально короткий промежуток времени создается очень легкое, воздушное, экспрессивное произведение искусства. Если говорить о китайской живописи как о родоначальнике Сумея, хотя Сумея есть отличие от китайской живописи, то у нас есть участники клуба, которые обратили свой взор именно к Китаю. То есть, если Сумея – это монохром, черный и белый в основном, может быть, очень такое небольшое использование цвета, кое-где иногда, редко оно встречается. Китайская живопись все-таки предполагает присутствие цвета. И один из наших участников клуба, Светлана Федяй, она очень заинтересована китайской культурой в том числе. Она съездила в Китай, получилась там китайской живописи. Она занимается активно и подробно, и она уже даже открыла свою студию. И вот в этой выставке представлены работы и участников клуба Хару Ноюки, и Светланы, и учеников ее студии «Нефритовый ветер». То есть, это уже продолжение, уже следующий этап. Но мы тоже очень дружим, и тут действительно эти работы, они добавили цвета в нашу выставку. И думаю, что все очень гармонично сочетается, и мы очень благодарны «Зеленой планете» за предоставленную возможность выставиться. Редактор субтитров А.Семкин